Дорогие друзья, сегодня мы с вами поговорим про зеленые краски и давайте сразу покажу вам моего любимица это диоптаз, любимый мой цвет потому что этот цвет дает свечение, видите кристальки как переливаются вот именно благодаря таким краскам, которые нужно безусловно тереть приготовить специальным способом, благодаря им дается вот некоторое свечение на иконе это полудрагоценный натуральный пигмент поэтому мы, конечно, стараемся больше использовать в роскрыше чтобы роскрыш был достаточно цветной и этот пигмент, чтобы он особенно светился его надо использовать, конечно, в верхних слоях то есть вы, например, делаете какой-то роскрыш более плотно какой-то краской более дешевой, скажем так это могут быть глукониты любые, вот такие именно потому что глуконит, он достаточно нейтральный и он вообще ни на что не реагирует это та же самая охра, просто с зеленым таким оттенком вот эти все штучки придется мне собрать потому что диоптаз, вот эта краска называется диоптаз она достаточно дорогая и что самое ужасное, то что сейчас он достаточно тяжело покупается потому что месторождение диоптаза в России оно то ли заморожено, то ли оно еще куда-то делось и вообще у нас есть некоторые сложности вот именно с этой краской в основном в иконе используются глукониты это те же самые охра, они нейтральные но они очень любят у нас эмульсию поэтому мы трем с большим содержанием эмульсии у нас есть также такой вариант малахита малахит тоже относится к полудрагоценным камушкам как и диоптаз но перед вами такое подобие малахит это хризакола она тоже иногда может использоваться я, честно говоря, не часто ей пользуюсь но она у меня всегда лежит например, где можно увидеть хризакола или малахит можно увидеть, например, у Дионисия в светло-светло-зеленых таких оттенках здесь же у меня находится еще и Герин это такая темно-болотного красивого цвета краска ее можно использовать в поземах их можно использовать в одеждах тоже очень красивая но, опять же, если у вас есть глуконит и если вы, в принципе, можете мешать цвет то вы можете и этот оттенок вполне намешать из тех цветов, которые у вас есть в базе и есть еще также у меня вот эта часто используемая мной умбра натуральная умбра темно-зеленая, производства Германии она приятного оттенка такая но с ней легче работать если эти краски имеют много песка они натуральные, то это такая, скажем, краска для ленивых все эти цвета, конечно, можно использовать но главное для начала если вы только начинаете использовать глуконит все абсолютно они нейтральны единственные могут быть какие-то проблемы с зеленым цветом потому что он может реагировать например, может реагировать малахит поэтому мы его стараемся в верхних слоях оставлять может реагировать, ну, диаптаз редко, но малахит в основном и также мы стараемся, опять же, думать о том, что яркие такие пигменты, которые содержатся, например, мышьяк или ртуть мы с ними аккуратно работаем, да может быть, через такую, через подложку эмульсии работаем чтобы у нас было больше, ну, как бы, некоторый пирог, да, такой слоеный получался все эти цвета, ну, основные есть еще у нас вулканскоид тоже красивая краска какие еще у нас есть зеленые? ну, наверное, все я же в своей работе зеленые краски, честно говоря, не так сильно люблю я их все мешаю из черного, зеленого, синего из черного, синего и охры мне кажется, тогда зеленые тоже интересны становятся но зеленые тоже иногда бывают без них необходимы ну, просто не напишешь ничего поэтому пробуйте, интересуйтесь и знаете, что, в принципе, зелеными красками это не синие и не красные поэтому они вполне себе стойкие, кроющие много нужно для них эмульсии и самое главное, если вы хотите достичь красивой роскоши обязательно используйте, ну, вот, наши вот красивые даже тут еще у меня остались красивые частички диаптаза на этом пока все хорошего вам дня и до встречи в наших следующих уроках всего вам доброго, до свидания и до встречи в следующих уроках